В администрации города прошел первый круглый стол в рамках реализации проектов губернатора Челябинской области «Генеральная уборка-74». Присутствующие обсуждали проблемы незаконных свалок в Копейске. Главным спикером стал Тимофей Безуглый, общественный инспектор по охране окружающей среды. Сегодня я хотел бы рассказать участникам круглого стола о том, какими способами можно выявлять незаконные свалки, где и как говорить о незаконных свалках, так, чтобы добиваться эффективных результатов в процессе уборки незаконных свалок. Тимофей Безуглый в 2021 году создал уникальный стартап «Центр экопатологии». Он анализирует спутниковые снимки, чтобы выявлять несанкционированные свалки. Благодаря этому уже сформировано три каталога с адресами свалок в открытом доступе. Но проблема все еще актуальна. Помимо уборки незаконных свалок, нам необходимо эти незаконные свалки выявлять. Данный процесс осложняется тем, что далеко не во всех незаконных свалках говорят жители города. Многие незаконные свалки находятся вдали от наших глаз. Мы их не можем увидеть. И как раз таки на это был направлен проект, по которому я начал работу в третье уборки незаконных свалок. В заседании приняли участие представители администрации, молодежной организации волонтеров и неравнодушные жители. В ходе обсуждения присутствующие разбирали причины повторного появления свалок и то, как с этим бороться. Мы уже второй раз убираем эти свалки, да, и мы вот смотрим на перечень, они появляются вновь. Меня как специалиста, как общественника интересует, а какая работа была проведена в плане информирования жителей, пропаганды вот этого здорового образа жизни, вредности отходов и так далее. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. Но, к сожалению, мы видим, что и на тех местах, на которых в прошлом году мы убрали эти свалки, к сожалению, появляются новые. Поэтому сейчас принято решение и главой, мы прорабатываем программу по размещению фотоловушек на особо, скажем, в кавычках востребованных местах. Участники круглого стола подчеркнули необходимость в проведении мероприятий, направленных на воспитание в жителях города и особенно в молодежи чистоплотности. Вот именно на вас, на молодых, и построена надежда, донесение дополнительной информации для всего нашего населения. От вас зависит, в какой чистоте будет жить наш город. В результате обсуждений участники сошлись во мнении, что необходимо проводить работы по поиску и ликвидации незаконных свалок, а также устраивать мероприятия по информированию жителей о правилах экологичной утилизации мусора и организовывать игровые субботники для молодежи.